Здравствуйте! Вы смотрите программу в центре событий в студии Снежана Журавлёва. В начале выпуска коротко о главных темах. Совет Федерации принял на рассмотрение 10 законодательных инициатив правительства Югры. В четверг закончился форум «Утро-2016». И в Сургуте появилось новое молодежное течение экстремалов. Голос Югры услышали в Совете Федерации. Окружная делегация выступила перед сенаторами в рамках «Часа региона». Представители автономии поделились успехами в развитии инклюзивного спорта. Порядка 70% детей с ограниченными возможностями здоровья занимаются в различных секциях. И этот показатель выше, чем в среднем по стране. В целом Югра предложила порядка 10 законодательных инициатив, касающихся градостроительства, промышленности, социальной сферы. Самый главный итог все-таки в том, что они не завершаются в эти дни нашего региона в Совете Федерации, учитывая тот настрой председателя палаты и ее коллег, все намерены теперь перенести наши контакты непосредственно в Югру. И это, наверное, самый главный эффект. У меня подписано постановление о том, чтобы помогать, продвигать те инициативы, которые были озвучены. Это самое главное. Если говорить о некоторых направлениях, то, например, есть такое понятие, как реестр коренных малочисленных народов Севера. Как раз мы вот этот пилотный проект будем отрабатывать у себя в Ханты-Массийском автономном округе и в дальнейшем тиражировать его на всю Россию. В Москве завершился съезд партии «Единая Россия». На нем единороссы обсудили предвыборную программу и, самое главное, утвердили партийные списки кандидатов, которые будут баллотироваться в Государственную Думу. Четырехчасовое пленарное заседание стало официальным стартом всероссийской предвыборной гонки. Для Югры, в отличие от других регионов, выборы 18 сентября станут самыми масштабными в истории. Кроме депутатов Госдумы, которых будут выбирать по всей стране, югорчане проголосуют за парламентариев Окружной и Тюменской областной дум, а еще определят составы представительных органов власти полутора десятков муниципалитетов и выберут глав четырех поселений. Пленарное заседание второго этапа 15-го съезда партии «Единая Россия» объявляется открытым. Открыл пленарное заседание «Единая Россия» президент России Владимир Путин. Он отметил значимость первых в истории страны предварительных выборов. Несмотря на новый формат, проголосовали много россиян. 10 миллионов человек, то есть каждый десятый избиратель. Кстати, в Югре процент проголосовавших был выше, чем в среднем по России, что говорит о высокой гражданской ответственности югорчан. В такой открытости ярко проявилась приверженность «Единая Россия» принципам прямой демократии. А партия получила первый для предстоящей кампании, но вполне весомый результат. Это новые сильные кандидаты в Госдуму. В число югорской делегации на съезд партии вошли и лидеры всенародного голосования Александр Сидоров и Павел Завальный. Мы должны обеспечить, скажем так, покупательно способный уровень цен как для населения, так и для экономики нашей страны, стоимость на энергию, чтобы не было роста цен на энергию, потому что рост цен приводит к инфляции. Формирование повестки, моей повестки, кроме того, что есть программа партии, и работа в Думе по этой повестке, это, безусловно, огромная ответственность. И вот в этой роли я ощущаю себя достаточно напряженно. В повестке пленарного заседания было всего два вопроса. «Единая Россия» составила партийные списки кандидатов в Госдуму и утвердила предвыборную программу. Как уверяют партийцы, этот документ готовился несколько месяцев. В ходе встреч с избирателями через общественное приемное, на профильных форумах. Впрочем, в программу, которую сегодня принимают, можно будет внести новые пункты. Сыборная программа «Единой России» касается буквально всех сфер жизни страны. Так, например, единороссы обязуются поспособствовать появлению 6,5 миллионов мест в школах, а также усилить практическую ориентацию профессионального образования. Кроме того, они хотят расслабить ветхое аварийное жилье, поспособствовать импортозамещению и улучшить деловой климат. Хорошо помню, как и в каких условиях создавалась «Единая Россия». Это, мы все с вами знаем об этом, была как раз моя инициатива. Действительно, я сам инициировал и создавал эту партию. Потребность в ней была жизненно необходима, прежде всего для укрепления российской государственности и консолидации общества. Нам предстояло изменить, выправить ситуацию, укрепить действующую конституцию, по сути, восстановить дееспособность государства, укрепить его целостность и федеративные основы, преодолеть раскол в самом обществе. Реализовать эти задачи можно было только с опорой на мощную, консолидирующую политическую силу. И такой точкой сборки страны и стала «Единая Россия». Сколько чайных ложек в одном барреле нефти? Прикоснуться к углеводородам и узнать историю их добычи предлагают всем участникам и гостям форума «Утро». Специализированные выставки устроили ведущие нефтегазодобывающие компании региона. Среди слушателей и зрителей побывала и Екатерина Любешева. Если вы вдруг решите отмерить баррель нефти, а под рукой только чайная ложечка, то придется проделать 31 800 манипуляций. Чуть проще задачу тех, кто решится черпать нефть ложкой столовой – 10 600 раз. Но легче все-таки ведром. Их в одном барреле почти 13. Все эти занимательные факты рассказывают в палатке «Самотлор» – нижневартовские специалисты. В маленькой емкости наглядно можно показать сценарий предотвращения экологической катастрофы. Допустим, в результате аварии произошел разлив нефти. «Нефть по плотности легче, чем вода. Она в воде не тонет, образует маслянистую пленку на поверхности. Соответственно, ничто живое существовать не будет. Используется несколько, применяются несколько способов очистки нефти. Мы предлагаем посмотреть один из них – метод механической очистки нефти». В качестве реагента используется металлическая стружка. Она абсорбирует нефть. «Мы извлекаем металлическую стружку вместе с нефтью, и у нас снова чистый водоем». Открыть свое месторождение может и тот, кто, в принципе, от нефтяной отрасли находится далеко. Компания «Сургутнефтегаз» презентовала соответствующую интерактивную игру. «Начинаем игру. Пишем свое имя. У нас есть 17 минут и стартовый капитал – миллион рублей, миллион бонусов. Выбираем участок для разработки, то есть смотрим, где возможно залегание улеводородов. Возьмем полоческий участок. Выбираем место, где будем строить пустовую площадку. Запоминаю внимательно цифры. Это глубина залегания улеводородов. Это глубина понадобности для парения спаршек». Интерактив уже оценили все участники форума. Поиграть даже успел губернатор Тюменской области Владимир Якушев. «Вот это очень важно рассказать ребятам, потому что нефтяной крае живут. И я имею в виду весь федеральный округ. И не знаю, как добывается нет на самом деле, в каком состоянии она находится. Для того, чтобы получить. Потому что у всех же ощущения, как там. Что-то в землю воткнули, и она сама там запила. Высокотехнологичный процесс». Экспозиция общества «Газпром Трансгаз Югорск» не менее наглядна. Ничего нового, признаются специалисты. Но тем не менее зрелищно. Невидимый сварочный шов, закрытие трубы, методы определения целостности покрова продемонстрировали все. Чтобы узнать, где находятся повреждения, невидимые невооруженным глазом, используют вихретоковые приборы. Они находят ореол возможного повреждения. Чтобы определить место точнее, используют магнитопорошковый метод. Частички распыляют из аэрозольного баллончика, и трещины становятся видно. Пожалуй, нефтяные выставки стали самыми посещаемыми на форуме, ведь большинство молодежи – студенты технических специальностей. Екатерина Любешева, Сергей Колотов, Сургут, Интерновости. Зайти в соседнюю палатку и попасть сразу в три музея. Это стало возможно для участников форума «Утро». Экспозиции предоставили этнографический музей «Торумма-А», галерея «Мастерская Райшева» и дом-музей художника Егошева. Стены импровизированного музея украсили гравюры, классические художественные работы, изображающие быт народа ханты и национальные костюмы. Каждому гостю можно было самому попробовать сплести коврик из камыша на самобытном станке. Сегодня в Нефтьюганске завершился форум «Утро-2016». В нем приняли участие полторы тысячи молодых профессионалов из разных уголков региона. В заключительный день все участники познакомились с жизнью, бытом и творчеством коренных и малочисленных народов Севера. Члены молодежной организации обско-угорских народов подготовили для форумчан выставку и мастер-классы по изготовлению оберегов, фенечек и сувениров. Они эту культуру никогда не видели, и мы думаем, что им будет очень интересно. Во-первых, это и популяризация нашей традиционной культуры. Надо эту культуру сохранять, развивать и продолжать. И также популяризировать ее, чтобы знало о нас как можно больше народу. Мир самолетов и фотографии. В аэропорту Сургута прошел летний споттинг. Более ста человек из нескольких регионов России побывали на крыше воздушной гавани нашего города. Вышли на взлетную полосу и получили возможность сделать уникальные кадры взлета и посадки самолетов. Не осталось в стороне и наша съемочная группа. Споттинг – уникальная возможность открыть для себя новый мир. След любителей и профессионалов в области. Авиационные фотографии в очередной раз прошел в Сургуте. Аэропорт Сургута у нас регулярно проводит споттинг-мероприятия два раза в год. В мероприятии принимают участие сургутяне и нагородние из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Тюмени. Татьяна Павлова в наш город приехала из столицы. Признается, так далеко полетела, потому что сфера авиации, в которой девушке удалось поработать, покорила ее навсегда. Мне посчастливилось поработать. Сначала в аэропорту и увидеть, как происходит все это изнутри. Увидеть, что аэропорт на самом деле – это целый мир отдельный. И иногда мероприятия, такие как споттинги, они позволяют немного приоткрыть обычным пассажирам тот мир, который не виден. Авиация, как говорит девушка, состоит не только из пилотов и стюардесс. Это сложная координация работы всех наземных структур – заправщиков и техников, диспетчеров и аэродромной службы, представителей авиабезопасности, спецтранспорта, перронного обеспечения и многих-многих других. Все это споттеры и стараются отобразить на своих фотографиях. Мне, конечно, очень хочется научиться фотографировать самолеты, как это делают мои коллеги. Поэтому сценарий. Научиться – круто, интересные ракурсы находить, нестандартные. Наверное, вот что я преследую. Так как я не фотограф, а только-только начинаю, наверное, такой мой сценарий. Споттинг начал активно развиваться 10 лет назад. Тогда в московском Внуково состоялось первое такое мероприятие. За эти годы любители авиафотографии появились в Новосибирске и Иркутске, Красноярске и Самаре, Челябинске, Мурманске, Тюмени, Кургане, Омске, Казани и Волгограде. Однако в нашем городе споттинг, считают фотографы, один из лучших в стране. Споттинг в Сургуте – самый лучший споттинг, наверное, среди тех споттингов, которые проводятся. Так как пришлось посетить не одно мероприятие, было и в Москве, и в Екатеринбурге, но по организации, по той программе, которую представляют, споттинг в Сургуте стоит посетить. В программу входит посещение производственных служб аэропорта Сургут, в том числе фотосъемку взлет-посадки воздушных судов и фотосъемка воздушных судов авиакомпании «ЮТЭР», салон-кабина. Аэропорт Сургута способен принимать более 40 типов самолетов и все возможные вертолеты. Среди них крупнейшие пассажирские Airbus 330-200 или Boeing 767-300 или транспортные, к примеру, Ил-76. Длина полосы воздушной гавани нашего города – 2780 метров. В летнее время одно из самых жарких для Сургутского аэропорта. В утренние часы пик сюда, на эту взлетно-посадочную полосу, приземляются десятки самолетов. Ежедневно летом с двух ночи и до девяти утра в Сургутском аэропорту ажиотажный период так называемых разлетов. Это, пожалуй, самое напряженное время в сутках. Споттеры получили возможность своими глазами увидеть то, как в такие моменты работают все службы аэропорта. Указаны одни ИВПП, одни приближения. Сейчас мы с вами поедем, это все наглядно посмотрим. Диспетчер включен, а мы посмотрим. Здесь диспетчер указывает взлет-посадка, курс посадки есть, либо 0,73, либо 10,53 курс. Ну и ступени яркости также, если я отметил видимости. Летний спотинг-2016 в Сургуте посетили более 100 человек. Теперь они смогут поучаствовать в фотоконкурсе. Определены три номинации. Наземное обслуживание воздушных судов и пассажиров, лучшее фото здание аэровокзала и лучший фоторепортаж. Среди партнеров тройка крупнейших перевозчиков страны – ЮТР, Аэрофлот и С-7. Победители получат сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес-зале Сургутского аэропорта. Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаркунов, Сургутинтерновости. Сургутяне осваивают новые виды экстрима. В городе организовалось новое молодежное течение. На смену зимнему сноуборду пришел летний вариант – лонгборд. Где можно научиться новому виду спорта, расскажет Ольга Нахаева. Единственный в Сургуте инструктор по сноуборду и лонгборду уже не в первый год обучает людей любого возраста не только правильно кататься на доске, но и выполнять различные трюки. Уже занимавшись на сноуборде, выпустив какую-то партию учеников на доске, я решил познакомить наш город и вообще людей с этим видом спорта. Потому что мало кто знает, они не понимают, что это, для чего это, как это. Но настолько уникальный спорт. У меня ученикам по 40, по 50 лет. То есть приходят взрослые люди, которым, казалось бы, игрушка, но ощущение прикольное. То есть оно дает такую свободу людям, наверное, которой им не хватает. Сейчас в группе лонгбордистов 25 человек, от 5 до 45 лет. С каждым днем желающих попробовать себя в новом, необычном виде спорта становится все больше. Управлять лонгбордом учится и школьник Алексей. Это клево, равновесие держать. Ну, что надо правильно шагать, прыжки надо правильно делать и развороты. Помимо длинной доски для езды на большие расстояния, Константин нашел для себя другое занятие. Он учится держать равновесие. Это балансборд. Чисто случайно в интернете наткнулся на такого человека замечательного, которого зовут Максим Соколов. Ему выражаю огромную благодарность за то, что он вообще продвигает этот вид спорта и вид уличного катания, как лонгборд. И оттуда я, в принципе, с этого знакомства наткнулся на людей, которые занимаются балансбордами. И пока сын у меня тренируется с Максимом, я вот так провожу свое время. То есть целый час, пока у него тренировка, я балансирую, так скажем. Сейчас Максим, который на данный момент является единственным инструктором в городе, уже выпустил в свободное катание. Порядка 50 спортсменов. И до конца этого лета планируют обучить еще около 20 искусству езде на необычной доске. Ольга Нахаева, Полина Бахир, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Выпуск завершит коммерческой информацией прогноз погоды. А на этом у меня все. До встречи. Избежать опасных ситуаций на рыбалке, связанных с электричеством, несложно. Необходимо соблюдать всего несколько простых правил, главные из которых – держаться от линии электропередачи как можно дальше. Запрещена рыбная ловля в охранной зоне линии электропередач. Охранная зона указана на каждой опоре воздушной линии. Для данной линии 110 кВт охранная зона составляет 20 метров в обе стороны от крайних проводов. Необходимо не игнорировать запрещающие и предупреждающие плакаты, установленные в охранной зоне линии электропередач. Также не стоит ни при каких обстоятельствах прикасаться к электрооборудованию. Рыбачить во время грозы, передвигаться на лодках под проводами LED. Все это может закончиться летальным исходом. Опасность в подобных ситуациях несет даже обычный спиннинг. Передвигаясь под линией, необходимо складывать удилище или нести его параллельно земле. Современно удилище изготавливается из углепластика, который проводит электрический ток. Соответственно, на расстоянии полтора метра от провода, возможно, произойдет замыкание на удилище. Что может привести к поражению электрическим током. Энергетики просят земляков быть осторожными и беречь свою жизнь. А обо всех замеченных нарушениях со стороны окружающих сообщать в Тюмень Энерго. Номера телефонов указаны на сайте компании и на каждой опоре линий электропередачи. Евгения Владимировна. На любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные. Условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех. Доступный каждому. Соленний коллезион. Соленний коллезион. То, что действительно модно. Вы хотите знать, как работает ваш бизнес без вас? Видеонаблюдение через интернет. Мы покажем в любом месте, на любом устройстве. ОКО Видеон. 4 девятки, 0 девять. К юбилею компании Сипромстрой. Квартира-студия за 1 миллион 400 тысяч. Однокомнатная квартира 2 миллиона. Двухкомнатная квартира всего 2 миллиона 800 тысяч рублей. Подробности акции в офисе продаж по адресу Тюменский тракт 2 дробь 1 и по телефону в Сургуте 600 190. Волнующие эмоции подарит вам ювелирный магазин Сапфир. Для влюбленных в ассортименте обручальные кольца известных российских производителей. Классические и с бриллиантами. Для мужчин эффектная коллекция перстней и печаток. Ждем вас. Весенние цены порадуют. В магазине Адам новые поступления женской одежды. Нарядные платья, брюки, блузки, производство Турции и Москвы. В наличии все размеры. Улица 50 лет, ВЛКСМ 3, друг 2. Телефон 376377. И о погоде на 1 июля. Здравствуйте. В студии Наталья Яркова. Генеральный партнер прогноза погоды. Компания Еломед. Магнитные волны нельзя ощутить, а ведь без них жизнь на Земле невозможна. Это научный факт. Усовершенствовав силу природы мы изобрели Алмак для избавления от остеохондроза, артрита, артроза. До 30 июня. Купите Алмак выгодно. В аптеках Формадом, Бережная аптека и аптека от склада. Алмак. Себе и близким, по ценам низким. Применяйте аппарат Алмак-01, чтобы устранить боль в спине и суставах, предотвратить рецидивы заболевания и улучшить качество жизни. В предстоящие сутки практически весь Хантамансийский автономный округ останется в дождевых облаках ненастного циклонического вихря. И лишь север региона попадет под влияние усиливающегося погожего антициклона. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно с прояснениями кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 19. Утром облачно с прояснениями кратковременный дождь. На столбиках термометров около 17 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура плюс 21-26. С 20 июня в салонах обуви «Саламандр» большая распродажа. Скидки до 50%. Саламандр – это стиль, качество, чувство уверенности. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 746 миллиметров ртутного столба. Активные товары для активных малышей. Горьки, велосипеды, самокаты, электромобили. Огромный выбор в «Карапузе» на нефтьюганском шоссе 22-1. Активный отдых, спорт или дача. «Карапуз» решит задачу. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам крепкого здоровья. До свидания.